В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких судебных делах, чрезвычайных ситуациях, ведомственных проверках и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удалось установить местонахождение всего похищенного в результате разбойного нападения. Помимо ранее обнаруженных предметов и орудия, в месте, указанном обвиняемыми, обнаружен и изъят кошелек и банковские карты Екатерины Вашуркиной. Таким образом, на сегодняшний день установлена судьба всего похищенного имущества и денежных средств. В настоящее время принимаются все необходимые меры к проведению качественного, всестороннего и объективного расследования в кратчайшие сроки. В этом году на дорогах Самары произошло более сотни ДТП с участием общественного транспорта. В третьи из них виноваты водители маршрутных такси. Чтобы снизить аварийный, сотрудники ГИБДД еженедельно проверяют техническое состояние маршруток. Вместе с ними в рейд отправился и Андрей Горгуленко. Валентин Туламбасов за рулем давно и точно знает, чего требуют пассажиры и как следить за своим автомобилем. Автомобиль убирается каждую неделю на выходных, загоняется на мойку, промывается. И в среди недели, если эта погода, конечно, грязная, он обязательно тоже загоняется, обязательно тоже моется. У меня печка работает, у меня в этом плане обязательно, потому что автомобиль мой, личный, поэтому за техническим состоянием слежу я сам. Чистота салона маршруток и температура внутри, почищенные ступеньки – вот на что обращают внимание сотрудники Департамента общественной безопасности. Главная цель – проверить, комфортно ли пассажирам пользоваться маршрутным такси. Они должны все-таки относиться к транспорту надлежащим образом, чтобы люди ездили в комфортных условиях и чтобы не было нареканий. Поэтому я призываю и руководителей, и водителей, в первую очередь, чтобы они следили за чистотой своего автотранспорта. А дорожные инспекторы проверяют техническое состояние машин, чтобы горели все фары, чтобы оборудование было только заводское, не было лишнего тюнинга. Следят также и за внешним видом авто. Госномера должны быть чистыми. В случае выявления неисправности и водитель, и фирма-перевозчика ждет наказание. Водитель привлекается к административной ответственности за то или иное административное правонарушение. Водитель опрашивается. В случае выявления признаков административного правонарушения стран должностных лиц, то есть лиц, которые допустили транспортное средство с подобного рода нарушениями, также будет проводиться административное расследование. Такие рейды в местах стоянки маршрутных такси инспекторы проводят регулярно. Один экипаж за рейд выявляет в среднем около 10 нарушений технического состояния маршруток. Но с каждым разом неисправностей становится все меньше. Сотрудники управления ГИБДД представили еще одну печальную статистику. На пешеходных переходах региона в этом году погибли 20 человек. Всего под колеса автомобилей люди попадали более тысячи раз. Чтобы таких трагедий было меньше, на одном из заживленных перекрестков города, Мичурино-Масленниково, прошла акция «Самара без ДТП». Уважаемые пешеходы, на данном участке движение по диагонали строго запрещено. Разрешено движение только по пешеходным переходам на зеленый сигнал светофора. Амир Надершин правила дорожного движения знает, но иногда нарушает, когда опаздывает на экзамен. В остальных случаях переходит дорогу только на пешеходном переходе, но часто видит нарушителей и пытается их остановить. «Школа стоит, и у нас там есть, так, так, ну у нас можно через дорогу перейти там, вот на светофор, а там, ну, буквально оставалось секунд пять, наверное, там никого не было, и мальчик решил побежать. И резко поворачивала машина, вот. Она резко остановилась прямо вот перед ногами у него, задела немножко, но не сбила». «Водитель ему, стой, ты куда бежишь жить?» Перекресток улицы Мичурино и проспекта Масленниково – один из самых оживленных и сложных в Самаре. Пешеходы здесь часто игнорируют все правила безопасности. Переходят дорогу по диагонали или на красный сигнал светофора. Навести порядок на перекрестке полиции помогают волонтеры. Они переходят улицу с плакатами «Водитель», «Тормози», «Красный», «Переходи на зеленый», «Водитель», «Заметь меня» и раздавали световозвращающие ленточки. «Эта акция нужна для того, чтобы люди знали, где нужно переходить дорогу, и чтобы было на дорогах меньше аварий, чтобы людей погибало». В этом году в регионе под колесами автомобиля оказалось 1200 человек. На пешеходных переходах погибло 20. Это статистика областного управления ГИБДД. Чтобы исправить ситуацию, дорожная полиция вышла на Самарские улицы в надежде привить горожанам привычку пользоваться вечером и ночью фонариками или световозвращающими элементами. Такая практика уже существует, что позволило снизить число аварий на пешеходных переходах на 2%. «Пешеходный переход, который находится на Дома МО, на Красноглинском шоссе. У нас там регистрировалось достаточно большое количество ДТП, именно связанное с наездным пешеходом. Многие граждане сейчас, которые там проживают, и я это часто вижу, практически ежедневно, уже перемещаются с включенными, вот я еще раз повторюсь, фонариками, сами себя уже оберегают». Мода на световозвращающие элементы пришла и к байкерам и велосипедистам. Они надевают специальные жилеты. Пожар в Доме-Призраке в Самаре напротив Театра драмы горело нежилое здание. В двухэтажке по улице Фрунзе 173 в свое время гостил революционер Владимир Ленин. В пятницу этот памятник культуры превратился в пепелище. Бороться с огнем отправились более полусотни пожарных на десяти машинах. Пламенем была объята половина дома, но сотрудникам МЧС все же удалось справиться с огнем. В пожаре никто не пострадал. Дом официально считается отселенным. Прохожие не исключают, что здание могли случайно поджечь люди без определенного места жительства. «Существовала угроза распространения огня на рядом стоящие дома. В одном случае порядка двух метров до соседнего дома, а в другом случае около десяти метров до деревянного двухэтажного дома. В ближайшее время органы дознания будут устанавливать причину». Новый виток в конфликте вокруг банкротства ТСЖ «Мой дом». Жильцы домов на улице Больничной пытаются понять, на что руководство товарищества тратило собранные с них деньги и опасаются, что по долгам за коммуналку теперь придется расплачиваться им. Подробности в нашем сюжете. Жильцы домов номер 20 и 20А по улице Больничной опасаются, что долги ТСЖ «Мой дом» перед поставщиками ресурсов придется выплачивать им. Товарищество основали они, поэтому такая, вероятно, существует. На банкротство ТСЖ «Мой дом» подало предприятие тепловых сетей. В материалу судебного дела говорится, что товарищество задолжало ПТС больше 12 миллионов рублей за три года. Жители коммуналку исправно платили и не знают, почему деньги до ПТС не доходили. В наших интересах с этой проблемой закончить до того, как она перерастет в проблему жильцов. Не факт, что в условиях такого дефицита бюджета не переложат эту заботу на наших жильцов. Вот наша задача в том, чтобы каждый отвечал своим действиям и поступкам. Найти виноватых в этой истории будет непросто. Летом 2015 года в ТСЖ сменился председатель. Товарищество возглавил Дмитрий Парамонов. Куда делся старый председатель Александр Филоненко, при котором вокруг ТСЖ разгорелся скандал, никто не знает. Филоненко исчез, а в платежных квитанциях вместо товарищества «Мой дом» теперь указана совершенно другая организация – «Апрель-16». Объяснить, что это за фирма, Парамонов жителям отказывается. Был заключен в обслуживающей организации договор у ТСЖ по «Апрель-16». Это не противоречит законодательству, и это не требует согласия собственников. Для этого достаточно решения правления. Все надежды жителей сегодня на временного управляющего и его расследовании внутренней бухгалтерии товарищества. Но он в назначенный срок свой отчет в суд не представил. Выбраться из дорожного плена автомобилю помог трамвай. В среду на рельсах забуксовал внедорожник. Из-за этого трамваи не смогли продолжить движение. Выход из ситуации был найден быстро. Находчивых участников произошедшего запечатлели очевидцы. На этих кадрах видно, как машину с рельсов на тросе вытаскивает трамвай, водителю которого перспектива стоять в пробке явно была не по душе. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok